В Львовском сельском поселении прошла открытая сессия совета, на которой исполняющая обязанности главы администрации Елена Коваль отчиталась о работе за 2023 год. Несмотря на маленький бюджет и скромные финансовые возможности, в поселении проводились основные виды работ, в том числе в области благоустройства, наведения санитарного порядка и содержанию комплекса ЖКХ. Самым весомым и финансово затратным вопросом, решение которого осуществлялось администрацией в 2023 году, является организация водоснабжения в поселении. Для выполнения задачи по водоснабжению заменено 3 350 метров водопроводных сетей. На эти цели из бюджета направлено 2 356 000 рублей. В поселении водоснабжение обеспечивает 8 артезианских скважин. Завод на них вышло из строя 7 насосов. Во избежание длительных перебоев с водоснабжением, замена насосов всегда производилась оперативно. В минувшем году, благодаря участию в федеральном проекте формирования комфортной городской среды в селе Львовском, появился новый сквер с современной детской игровой площадкой. Руководитель поселения отмечает, что в решении вопросов администрация тесно взаимодействует с органами территориального общественного самоуправления, квартальными и руководителями ТОСов, которые неоднократно становились победителями краевых конкурсов, получая гранты на благоустройство своих территорий. Задать волнующие вопросы предложили жителям, пришедшим на сессию. Представители хутора «Стефановские» рассказали о том, что откровенно страдают из-за нехватки доступных продовольственных магазинов. Вернее, два магазинчика в хуторе есть, но работают они с плавающим графиком. В январе две недели мы сидели, ну, без хлеба, можно так сказать. Поэтому мы просим вас посодействовать. Может быть, автолавку пустить на хутор «Стефановский», может быть, еще какие-то варианты есть. Но людей оставлять без хлеба и без продуктов первой необходимости нельзя. Мы обязательно проработаем по поводу автолавки, это действительно очень актуальное предложение. Так что приняли в работу. А вот жители восточной части села Львовского, что раньше была обособленным хутором Порона Покровский, начали замечать положительные изменения. Однако сейчас появилась еще одна проблема – нашествие табуна лошадей. Чисть кокуны и что с ними делать, люди откровенно не понимают. Они здесь бесконечно. Они живут и ночуют, и кушают, и рвут все изгороди, которые есть в поселении. Им непрекратно даже ралли соседка. Табуна лошадей идет с Адыгей, об этом тоже мы знаем. Мы прорабатываем на сегодня этот момент, лично разговариваем с теми людьми, которые содержат лошадей там. Будем принимать меры. По-прежнему волнует Порона Покровцев вопрос ремонта фельдшерско-акушерского пункта. Старенькое здание отапливается печью, трещит по швам и взывает о помощи. Пару лет назад здесь проводили текущий ремонт, который повторят этой весной. Однако полностью реанимировать здание не будут. Бессмысленно. Легче построить новое. ФАП этот относится к Министерству здравоохранения Краснодарского края. И у министерства имеются планы по поводу строительства в той части хутора нового ФАПа. И подыскивают земельный участок. Поэтому в любом случае вопрос этот уже взят на контроль, в том числе и с Советом по правам человека. Но строительство нового ФАПа – перспектива все-таки не этого года. Еще один острый вопрос для жителей села, проходящий через населенный пункт Краевая дорога, без тротуаров и освещения. Елена Коваль рассказала, что с Министерством транспорта достигнуто соглашение, и тротуар втоль трассы построят до августа 2025 года. В целом, работу главы и администрации поселения депутаты признали удовлетворительной. Напомним, что Елена Коваль сменила на посту главы Эдуарда Попова, отправившегося на СВО. Я хотел бы сказать спасибо всем жителям поселения за их активность и за их позицию. Хотел бы сказать спасибо администрации, которая старается изо всех возможных своих сил, наполовину, с 50 буквально процентами личного состава, что называется, сотрудникам, то они даже в таком небольшом количестве стараются решать поставленные проблемы и вопросы, которые поднимают перед ними жители. Ну и депутатский корпус за ту работу и за то единение, которое есть вместе с администрацией.